Привет, привет! Сейчас мы будем жарить яичницу с помидорами по новому рецепту. И для этого нам понадобится 6 яиц, так как мы будем завтракать втроем. Кстати, чтобы вы знали, яйца очень полезные, но много их есть тоже нельзя. Всего должно быть в меру. И теперь таким образом я их все просто-напросто переколачиваю. Итак, солить будем уже в самом конце. Вообще правильно все солить в самом конце. И также самоперчить. Перчить я уже буду в тарелке, так как с нами еще ребенок ест, поэтому мы ему перчить не будем. Все. Яйца готовы. Переходим к помидору. Хотите выиграть вот эти 10 долларов, которые я отправлю вам на банковскую карту? Тогда слушайте условия розыгрыша. Нужно поставить этому видео лайк и написать в комментарии кодовое слово, которое я буду говорить в видео. Поэтому слушайте внимательно, чтобы его не пропустить. Когда видео наберет 100 лайков и 100 комментариев, я с помощью сервиса генерации случайных чисел выберу счастливый комментарий. И отправлю деньги ему на карту. Больше комментариев, больше шансов выиграть. Теперь режем помидоры. Это новый рецепт. Мы еще в нашей семье его не готовили. Посмотрим, насколько круто он получится. Это подсказал мне один из моих подписчиков. Видите, насколько ножик острый. Это сточит моя точилка Джозеф Джозеф. Где-то будет ее обзорчик. Я сам удивлен, что он настолько круто режет ножик. Для меня было неожиданно. Разогрели сковородку. На нее налили немножко масла подсолнечного. Вот таким образом я проверяю, что она разогрета, когда уже чуть-чуть яйца добавляю. Вот, и нам понадобится мука. Теперь мы делаем вот такие вот действия. Берем наш помидор. Струсили чуть-чуть влагу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Начинает потихоньку стрелять. Что-то это мне не совсем нравится, эти расстрелы. И нам нужно будет обжарить до золотистой корочки и перевернуть. Блин, к рукам прилипает. Посмотрим, насколько крутой рецепт получился от нашего подписчика. Может даже мы примем его во внимание и станет нашим семейным рецептом. Еще один, я уже, наверное, не влезу, да? Еще один, я уже не влезу. Влезет? Подставили чуть меньше сковородку и какой возьмем? Давай, выпирай. И все, обжариваем их до золотистой корочки. Все, и так, по идее, помидорчики обжарились. Будем их сейчас переворачивать. Ну, такие, я вам могу сказать, красивые. Очень даже аппетитные. Сейчас мы их 2 минутки обжарим еще с этой стороны и будем выливать туда яйцо. Настало время. Настало время яйца. Выливаем прямо вот так сверху. У нас наш домашний классический рецепт яичницы с помидором немножко не такой. Но надо же пробовать все. Вот мы и решили попробовать. Все, сейчас мы ее обжариваем. И дальше покажем, что с ней надо делать. Смотрите, вот она у нас уже немножко обжарилась. Это можно видеть по кругу сковородки. Мы немножко добавим сюда соли. Вот. И получается у нас вариант... Вариант один, как можно сделать. То есть можно сделать и таким образом. Приподнять. И сюда, чтобы стекло яйцо. И второй вариант, который мы сейчас и будем пробовать. Я вообще яйца никогда крышкой не накрываю. Я уже вижу, что реально круто получается. То есть можно вот так, видите, оно все сливается туда. И там быстренько зажарится. Но мы сейчас попробуем это все дело накрыть крышкой. То есть мы накрываем крышкой и идем к столу потом пробовать, что у нас получилось. Нам надо буквально минутку, чтобы она постояла. Погнали за стол. Годовое слово. Горячий помидор. Готово. Готово. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Давай так разрежем, как... Как торт. Как пиццу. Надо было, конечно, немного не так, за счет помидоров не горши. Да. Вот такой кусочек у нас. И вот наши помидоры. Видите, как они? Как они себя ведут. Очень даже красиво. А давай посмотрим, что у нас с другой стороны получилось. Ну, вот и так. Яйцо обжарилось. И помидор обжарился. Все. Сейчас все это будем пробовать. Долгожданный момент настал. Итак, сейчас будем пробовать. У самого яйца, понятно, получилось хорошее. Яйцо порядочек. Соли хватает. Где наш помидор? А вот наш помидор в муке. Помидор хороший, горяченький. Реально очень вкусно. Немного перчика надо притрусить. Что-то я не успел. С утра задумался. Ну, я могу сказать, классно. Очень вкусно. И помните, чтобы быть здоровым, нужно меньше есть. Спасибо. Продолжение следует...